Всем большой привет! Не всегда хочется что-то серьезное рассказать. И нам хочется просто рассказать о курьезе. Смешно или не смешно, решайте сами. Я угорал, мне было смешно. Когда вы гуглите Ростинг Брю, помимо, естественно, рекламы и самого интернет-магазина данного обжарщика, информации о юридическом лице, вы найдете также информацию, что Ростинг Брю участвовали в суде. И они были ответчиком. Айсом была налоговая служба. И ты такой, Роман Хомченко, что же вы в интервью скрывали? Кстати, ссылочки в интервью в описании будут с Романом Хомченко. Вы уклонялись от налогов? Потом ты открываешь, потому что, слава богу, есть прям решение, прям можно скачать, посмотреть, даже QR-код есть у этого решения. И ты такой вдруг, ну такой просто хоп-хоп-хоп, и вдруг иск о понуждении к изменению фирменного наименования. И ты такой, что? Ну то есть дело не о налогах, не об укрывательстве. Начинаешь читать? Так, хорошо. Какая может быть претензия у налоговой службы по названию Кростинг Брю? Я думаю, многие у вас уже догадались, да, кто услышал? Ну, кто не догадался? Так, читаю. Понятно, что там мифы, ДНС, подали в суд, на Ростинг Брю, все дела, все дела. И теперь, хоп, что заявляет истец? Я зачитываю. Прямая цитата. В обосновании заявленных требований заявитель указывает, что наименованием общества является ООО «Ростинг Брю», то есть в современном названии общества содержится сокращение «РОС», в котором представляет собой устойчивое общеизвестное буквенное сочетание, сокращенное от «Российский» «Россия», вызывающий стойкую ассоциацию потребителей с участием государства в деятельности организации, либо с особой значимостью деятельности данной организации в государственных интересах. А потом идет обвинение, что это вот заблуждение потребителей. И, соответственно, дальше большое обоснование, почему «Ростинг Брю» не может, согласно статье, которая была отдельно принята еще в 2010 году, не может действительно ассоциироваться с государством, а то мы это не знали. У меня возникает несколько вопросов. Во-первых, «Роснано», «Роскосмос», «Ростинг Брю». Одна линейка, даже не прибегая к лингвистике, это прямо одно и то же, по-вашему. Еще раз, «Роскосмос», например, «Росавиация» какая-нибудь, «Ростинг Брю». Одна линейка. Вы знаете, вот как и бывает в детских играх, «найди лишнее». Найдите лишнее. «Роснано», «Роскосмос», «Росавиация», «Ростинг Брю». Что из этого, по-вашему, будет лишнее? Корень. Это первый момент. Второй момент. То есть, реально, понимаете, я понимаю, что, скорее всего, изначально, в какой-то момент в 2019 году, потому что в 2019 году были случаи, например, претензии, а-ля, например, к магазину «Росинка». Ну, это слухи, слухи, конечно. Только слухи, мой друг, я ему, а его, его друг сказал, что были претензии к магазину «Росинка» у каких-то его родственников. Это всего лишь слухи. Но, господа, допустим, это делал робот. Ну, то есть, робот выбирал все юридические названия с корнем «Рос», по его мнению. Ну, блин, это же надо было еще в суд подать. На полном серьезе истец доказывает, что «Росинк Брю» не имеет никакого отношения к государству. Кстати, как вам вот заблуждение? Вы, наверное, у «Росинк Брю» кофе покупаете не потому, что у них хороший фильтр или это обжарщик года, а, наверное, потому что вы увидели такой «Рос» в корне такой «Наверное, это государственная обжарка кофе. Обязательно куплю там все по ГОСТу». Или «А, вот именно этот кофе используется на аквадискотеке». «Надо обязательно купить именно его». Вот именно поэтому вы покупаете кофе «Росинк Брю», не так ли? на полном серьезе идет полное разбирательство, что вот, «Росинк Брю» не может быть, но я уже говорю, у нас, ну, не надо говорить, что у нас все суды какие-то куплены или там не справедливые решения. Нет, абсолютно нормальное решение принято. Читаю. Однако, как установил суд, заявленные исковые требования удовлетворения не подлежат. Спасибо, судья. Использование фирменного названия «Росинк Брю» по мнению суда не влечет за собой вот заблуждение потенциальных потребителей услуг такой коммерческой организации в отношении содержания качества предоставленных услуг и связью там с государством. Да ладно, не несет все-таки. По мнению суда фирменное наименование «Росинк Брю» не представляет собой устойчивое общеизвестное буквенное сочетание. Ответчик предоставил доказательство Так, теперь бред. Помимо… Вот сейчас давайте вам дочитаю. Ответчик, в свою очередь, предоставил доказательство, что слово «Росинг» является русской транскрипцией английского словосочетания «Росинг», что в переводе означает «обжиг в отношении кофе» в подтверждение предоставил соответствующую упаковку, реализуемую ответчиком. Самый сложный и долгий способ получить бесплатную пачку кофе, особенно с учетом того, что издержки налоговой службы потом возмещала «Росинг Брю». Дешевле было, по-моему, попросить. Я не думаю, что «Росинг Брю» зажали бы упаковку в подарок для налоговой службы или тем более, что, скорее всего, это останется у суда, это доказательство. Но бред заканчивается не только на том, что они предоставили эту пачку как доказательство. Они еще нанимали профессионального лингвиста, как мне сказали, для того, чтобы лингвист им объяснил, что «Росинг» в России никто не будет говорить. «Росинг». Все сокращают и «ОА» у нас там в транскрипте превращается в долгое просто «О». Поэтому, если ты пишешь русскими буквами транскрипты, то получается «Росинг». Как вообще так получилось? Ну, в России сейчас нельзя именно давать юридические названия и регистрировать на иностранных языках. Соответственно, у вас есть два способа. Либо вы регистрируете какое-то отдаленное от вас название, например, у «Тести кофе» один из их юридов называется «Кофе с доставкой». Либо вы делаете транскрипцию, например, «Бравос», которая пишется маркетингово на английском, на русском «ОО Бравос». На русском. Ну, то есть, в принципе, понятно, что «Бравос» это тот самый «Бравос». «Росинг Брю» решили поступить точно так же. И у них дальше второй юмор. Дело в том, что это юридическое название, когда вы подаете документы, должно утвердить знаете кто? «Налоговая служба». Рецепт, лайфхак стартапа. Мы вначале регистрируем название с запрещенным корнем, а потом подаем в суд. Кстати, знаете, сколько надо заплатить за использование корня «Рос», если это доказываешь, что ты ассоциируешься. 50 тысяч рублей пошлина. Такие большие деньги для юрлиц. Кстати, к слову, о прикольных названиях. Супермаркет верный, который мог бы так и назваться, верный, ведь на русском языке написано, называется юридическое название ООО «Союз Святого Иоанна Война». Ну, это просто в копилочку прикольных юридических назвать. Короче, мне иногда вот подобные вещи. С одной стороны, огромный респект судье А.С. Чадл, судье, который адекватно все соответственно принял. У меня остался только один вопрос. А если бы компания «Росинг Брю» не проводила бы экспертизу лингвистическую профессиональную, то приняли бы пачку их сайта как доказательство того, что это все-таки от слова «Росинг» обжарка. Или все-таки нет? Ну, этот вопрос останется для нас загадкой. Кому-то это может показаться грустным, а кому-то просто занимательно не смешным. Мне лично это было смешно. Особенно прикольно было то, что пачка-то все-таки бесплатно им досталась всего-то за судебные издержки. На этом на сегодня все. Курьезов дофига и в моем личном опыте. Если вам интересно подобное, пишите комментарии. Иногда что-то будем выпускать. Не всегда же что-то на серьезных щах разгонять. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok